Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня пьючий отец. Когда мне было 9, мы с мамой примерно в 5 утра уехали от него. Когда мы были драться, помню, испугалась. Приехали в её родной город, хотя я была прописана с отцом. Со мной мамой проживала сестра с детьми. Потом мама в 2020 году умирает. Я решаю переехать, жить обратно, как всё. Так как были некоторые сложности в общении с сестрой, я боялась, что она меня выгонит. Потому что когда мама с сестрой ссорились, а я её защищала, проскальзывал в данный момент. И вот я переезжаю. Сначала всё было нормально, но потом он начал скорблять меня в состоянии алкогольного опьянения. Недавно напился, достал мой голос в спецкартинке. Я соединил её без моего разрешения. Я ему сказал, зачем ты это сделал, если я не разрешала тебе. Говорю, прикрути её обратно. Она не нужна. Он поставил её на велосипед, и я прикручивал её. Она жила рад, швырнул мне диски, которые я ему привезла. Я боюсь, что он ударит меня или ещё что-нибудь. Ведь на маму и сестру он уже поднимал руку, но теперь всё отрицает. Всё я чувствую чувство вины. Может быть, не надо было ему это говорить, и пусть картинка бы оставалась открученной. Мне сейчас 26 лет. Я до сих пор не работаю, и с момента переезда мне финансово помогала отец. В процессе поиска работы сталкивалась с постоянным отказом. Теперь думаю, может быть, я ни на что не горжусь. Зачем такая некомпетентная ни в одной области сотрудница? Я ничего не умею. Они лучше меня. Я виновата перед ними, что не смогла расположить к себе. Что мне делать? Что мне делать? Пожалуйста, помогите. Вы знаете, обычно, когда меня спрашивают, что делать, чтобы что? То есть, вы чего хотите там? То есть, у вас, ну вот, по описанию, да, у вас несколько таких вот серьезных, что называется, есть трудностей. Это отношения с папой, вот, это первое, отношения с папой. И второе, это вопрос реализации и самооценки. Но я бы сказал, что глобально это ощущение, какой-то такой вот, знаете, чувство постоянной тревоги, может быть, да. опасности постоянной. И, соответственно, такой вот спорадичной потребности себя защитить, как мне кажется. Есть, конечно, и элементы созависимости, есть элементы жертвенности. Вот, ну, у вас имеется в виду есть все эти элементы. И, конечно, я бы, наверное, собрал, если бы сказал, что это все не оказывает на вас. Такого вот достаточно существенного влияния. Вопрос, конечно, тут заключается только в том, что вы хотите, собственно говоря, с этим делать, да. Хотите ли вы с этим вообще что-то делать? И если да, то вот вопрос заключается, наверное, в том, в каком ключе вы хотите с этим что-то делать. Вы вроде бы помощи... Просите помощи, то это хорошо. То есть хорошо, чтобы вы просите помощи, вы... Ну, 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 вы, возможно, возможно, понимаете, что... Помощь вам... Что помощь вам нужна. Да. Но... Тут момент, который очень важно, вот... Ну, ну, понимать, да. Этот момент, который... Очень важно иметь в виду этот момент, связанный с тем, что... Вам надо самой решить для себя, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Собственно говоря, по поводу истории, что вы, значит, хуже всех и так далее. Такой момент, который, как мне кажется, нужно... Ну, как бы... Рассмотреть. То есть вам кажется, что вы хуже всех. С чем это связано? Что вам так кажется? Связано это, в первую очередь, тем, что связанных мест, допустим, не бывало. То есть если вы не имеете четкого... Вот... Четкого какого-то. Направление... Ну... Ну... Для себя, если вы не имеете четкого направления... Вот... Куда бы вы могли... Допустим... Двигаться... 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 Вот... То... Двигаться... А... В этом... В этом... Случай вы будете... Как раз таки... Испытывать, вот... Эм... raph... Как мне... Кажется, примерно, такие переживания, то есть, когда я не ориентируюсь на себя, когда я больше ориентируюсь на других людей, когда я, например, через свою деятельность, пытаюсь, например, что-то доказать людям, вы описываете, в принципе, такую ситуацию, что через или посредством поиска работы вы, судя по тому, что вы описываете, вы пытаетесь доказать людям, что все с вами в порядке, что все у вас нормально, и вы такая же, как все. При этом, соответственно, нацелены вы как раз на других людей, но не на себя. Что вот здесь самое такое как раз неприемное, да, что здесь самое вот такое сбивающее вас в этом смысле. То есть, это то, на что вы нацелены. Нацеленность, она, как раз, тут вот у вас довольно определенно, что получается. То есть, это нацеленность на доказательство. Вот. Формируется данный вектор поведенческий под давлением, скажем так, травм, в частности, связанных. С вашим папой. Вот. То есть, ну. Ага. В частности, связано это с тем, что вы испытали, да, испытали, пережили в контексте, взаимодействие, взаимодействие с папой. То есть, это вот определенная такая получается травматизация здесь. Вот. Что, конечно же, довольно сильно дает, дает особо бизнес. Что, в целом, мне представляется вполне нормальным и адекватно. Я не вижу. В этом чего-то такого прямо-таки, скажем, из ряда вон выходящих. Вот. Поэтому начинать, конечно, имеет смысл со, ну вот, со взаимодействием, в том числе внутреннего взаимодействия между вами и вашим, вашим отцом. Это едва ли не самый главный момент, потому что на вас наказывает существенное влияние, ну вот. Возможно, выученная беспомощность играет, ну, важную роль. Вот именно такой элемент так называемой выученной беспомощности. Когда человек, вот, приучает себя быть беспомощным, чтобы, ну, словно говоря, себя защищать. Вот. И дальше уже потихонечку управлять ваше восприятие себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.